Приветствую вас! Заряние хотел бы вас попросить прощения, если мой ответ будет как-то пересекаться с ответами коллег, ну, потому что вы довольно мало дали информацию о себе, и я скоро садюсь ответить вам на ваш вопрос. Значит, вы пишите, что у меня очень низкая самооценка, постоянно я занижаю свои способности, наперёд думаю, что у меня не получится. Значит, вот это первые предложения, которые вы написали, у меня низкая самооценка, очень низкая самооценка. И давайте так. В общем смысле слова, вот именно в общем смысле слова, откуда берётся оценка? Ну вот сама под себе, откуда и как формируется оценка. Оценка формируется из того, значит, как реагируют на ваши действия, ограничивающие люди. Теперь в первую очередь, потому что именно родители, именно родители, являются первыми, кто даёт вам оценку. Именно родители являются первыми. И тогда, исходя из этого, Сперва нужно определить, как оценивали вас, ваши родители, и разобрать отношения вас с ними. Это первое. Значит, почему родители не оценивали вас новым образом? Почему они не смогли внушить вам, значит, что вы достойный человек? Что вы ценный сам по себе, сам по себе, сама по себе человек. Что вы уникальный, индивидуальный. И тогда, что им мешало? Вы, как ребёнок, который ориентируется, скажем так, на мнение людей, которые ему дороги. Вот как ребёнок, вы реагируете на это довольно-таки негативно. Воспринимая, как бы, то, что они вам говорят, родители, я имею в виду, что они даже не говорят, а то, как они относятся к вам, точнее. Например. Значит, за чистую монету. За чистую монету. Это вот, на мой взгляд, важный аспект в данной ситуации, в данном случае. На мой взгляд, это очень-очень-очень важный момент. Второе, о чём нужно сказать, это то, на чём базируется уже ваше собственное представление о себе. На чём оно базируется? Как оно себя проявляет? Почему вы считаете себя, там, плохой, например. Почему вы считаете себя, там, негативной, да. Почему вы считаете себя такой вот, ну, недостаточно хорошей и так далее. На чём основано подобное представление? Очень важно понять. У вас определённо есть комплексы. И комплексы, опять же, это то, и здесь важно это отдельно пометить, что комплексы это то, что формируют. У нас окружающие люди, окружение. И, соответственно, если мы с вами, например, постараемся подумать, почему люди сформировали у вас именно такое отношение к себе. И, с чем это отношение к себе связано, с чем это отношение к вам, точнее, связано, то вы сможете так же, значит, понять, понять, почему именно у вас появилось такое отношение к себе. И, наконец, следующий важный пункт. И, наконец, следующий важный пункт. Как относится к вам, как относится к вам люди. А о том, как вы сами к себе относитесь. Вот это вот очень важный аспект, потому что если вы относитесь к себе исключительно в контексте, ну, исключительно в контексте того, как видят вас другие, ну, я полагаю, что вы с вами будете нависать от мнения других людей. А это нехорошо, необходимо иметь свое собственное, отлично от общественного мнения представление о себе же. Далее. Следующий момент заключается в том, что такое личностный рост. Личностный рост – это выбор. Умение делать выбор под своими собственными ценностями, а не под ценностями других. Это тоже очень важный и серьезный момент, если мы с вами говорим о том, что можно делать с этой проблемой. И я надеюсь, что вы обязательно на это обратите свое внимание. Ну, я очень на это надеюсь, потому что это важно, чтобы вы, значит, озаботились именно личностным ростом. Слайд. А не ориентации на мнение других людей, потому что ориентация на мнение других людей ничему хорошему не приведет. Итак, это то, что касается вашей проблемы. Далее. При том, что у меня, по мнению других, все получается, меня хватит. А, вот еще забыл. А, вот еще забыл. А, наперед, думаю, что у меня не получится. А, вот еще вашей момент. Вы думаете, наперед, что у вас не получится. Для чего? Чтобы, опять же, себя обезопасить. То есть вы хотите сделать так, чтобы вы были готовы к тому, что, например, с вами происходит. Вы хотите быть готовы к тому, что у вас действительно что-то не получится и вы хотите себя к этому подготовить. Ну, это такая, вот знаете, своего рода защитная реакция получается у вас. И это, надо сказать, не хорошо, потому что эта защитная реакция, она вам только вредит. Определенно, только вредит вам. И все. Поэтому, я полагаю, что и с ней, в том числе, нужно вам работать. Далее. Идет такой важный момент. Как это представляется мне? По мне заключается в следующем. Вы говорите, что при этом меня хватит. И, как бы, у меня все получается. То есть, выходит так, что вы не верите людям, которые вам об этом говорят. Ну, вот просто вот не верите этим людям и все. Возникает вопрос. Опять. Почему вы боитесь этим людям поверить? И ответ, на мой взгляд, здесь заключается именно в том, что вы боитесь поверить людям потому, что вы будете думать о себе лучше в противном случае. А если так получится, что вы будете думать о себе лучше, а, например, у вас все-таки действительно вот что-то получаться не будет и вы, например, встретите, ну, допустим, осуждение, да, то вы опять будете думать о себе хуже и вам будет больно. То есть, вы не можете доверять людям в этом контексте именно потому, что боитесь, что они могут, ну, боитесь доверять потому, что вы опасаетесь боли. Доверие без боли для вас, ну, суть по всему невозможно. Вот здесь я бы тоже рекомендовал бы вам как следует подумать о том, почему доверие для вас это всегда именно боль, почему доверие для вас это всегда именно какой-то страх и так далее. И что вы вообще понимаете под доверием и, опять же, что заставляет вас сомневаться в том, что то, что вам, например, говорят люди про вас, это, ну, допустим, правда. Все заставляет вас в этом сомневаться. Значит, что можно сделать с этой проблемой? Ну, во-первых, психоаналитическая работа здесь вам нужна для того, чтобы лучше разобраться с тем, откуда, ну, лично, лично, личное развитие. Я думаю, что это не совсем адекватное восприятие себя. Психоаналитическая работа нужна и для того, в том числе, чтобы лучше понимать, чего вы хотите, ваши мотивы собственные и так далее. Второе, это личный рост, значит, ну, личное развитие, в некоторой степени, я думаю, можно назвать здесь коуч. Ну, вполне вероятно, когнитивная терапия тоже вам поможет для уже работы именно над собой, над своими проблемами, над своими трудностями и так далее. Я думаю, что вот так вам нужно двигаться и понимаю, что, может быть, это не совсем то, чего вы хотели бы, понимаю, что, может быть, это не то, что вы ожидали услышать, но вам нужна работа с психологом, потому что само по себе подобное вряд ли пройдет, вряд ли исчезнет. Решать, конечно, вам, но полагаю, что по такому короткому вопросу помочь вам реально не представляется возможным. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.